Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Напротив меня Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Здравствуй, Олег. Добрый день всем. Начнем с вопросов сайтов. Сайта эхокирова.ру. Уважаемый Олег, интересно ваше мнение по вопросу передачи исторических зданий во владение РПЦ? Да, такой вопрос очень непростой. Непростой в каком плане? Сейчас как раз происходит, по законодательству должны, могу ошибиться, до 2014 или 2015 года передать все имущество, принадлежащее муниципалитетам, государству, которое раньше являлось собственностью церкви или духовных каких-то приходов, неважно, будь то русская православная церковь или католическая церковь, или мусульманская церковь, должны быть переданы этим общинам, этим епархиям и так далее. С одной стороны, это очень хорошо. Мы возвращаем то, что когда-то было силой отнятого церкви. Да, и вот есть болезненные моменты, когда Александровский костел, построенный на средства прихода католиков, которые здесь жили, там, польских переселенцев, пленных, он в конечном счете должен, там, придется выносить оттуда орган и передавать католическое общине вятки Кирова. Соответственно, нужно искать новое помещение под орган, но и со всеми вытекающими последствиями. Что касается, здесь вопрос конкретно по РПЦ, по русской православной церкви, на мой взгляд, на сегодняшний день, конечно, церковь может забрать все то имущество, которое ей раньше принадлежало. Это, как мы знаем, огромное количество домов. Давайте посмотрим, что в Кирове, да? В каждом из населенных пунктов, и в Кирове, и уже частично передано имущество там, да, у духовного училища, где раньше располагалось Квату. Вопрос лишь в том, как будет церковь распоряжаться этим имуществом, будет ли оно использоваться именно для церковных нужд. Это раз. Нужно ли церкви действительно такой объем собственности на сегодняшний день? Вот совсем же недавние новости, на всех практически сайтах всех наших СМИ опубликованы, что Вятская епархия может претендовать примерно на 30 зданий города только Кирова. Ранее Вятская епархия получила 5 зданий бывшего Кировского военно-авиационно-технического училища. Мы о них знаем, пока не видно, что там какие-то действия происходят, какие-то работы. Там все как вот было, так и осталось, зарастает лесом. И вот 30 зданий города, это ведь очень много, их ведь нужно эксплуатировать, нужно же платить какие-то, может быть, налоги. Ну вот я специально посмотрел те налоги, от которых на сегодняшний день религиозные организации освобождены. Как раз земельный налог на земельные участки со зданиями религиозного благотворительного назначения. То есть в данном случае церкви отходят здания, и земельный налог под этим имуществом они не платят. Точно так же, как налог на прибыль от доходов, полученных в связи с совершением религиозных обрядов, что логично, да, и налог на имущество, используемое для религиозной деятельности. То есть ни земельный налог, ни наог на имущество церковь платить с этих зданий уже не должна. Это мне не нравится в целом тенденция, просто когда церковь становится таким латифундистом, собственником множества зданий, если они не используются в дальнейшем под религиозные обряды, если там не прикреплены какие-то общины, если там не создаются монастыри. И вот я не вижу тенденции сейчас там сильного распространения православной религии или там религиозности людей, потребности, массовой потребности ходить в храмы, да, в церковные праздники действительно храмы бывают полны. Но в целом ведь таких приверженцев, серьезных приверженцев веры, тех людей, которые постоянно ходят на каждое богослужение, их не очень много. И строить храмы, в которых не будет людей, и заниматься деятельностью по содержанию этих строений, а не просветительской деятельностью, не социальной деятельностью, не деятельностью религиозной, основной деятельностью церкви. И, на мой взгляд, это не совсем верно. И поэтому я считаю, что вот если бы было возможным этот процесс растянуть, не сразу все там здания отдать, да, а по мере необходимости. Вот есть необходимость на сегодняшний день у церкви действительно к храму переполнены, нет негде разместить монастырь, негде разместить там духовное училище, тогда здание нужно передавать. Если цель его не определена, если просто для того, чтобы пока там было в имуществе, потому что налоги все равно платить не надо, пусть постоит, попустует, то это неверный подход. К сожалению, у меня сейчас выключился компьютер, пытаюсь его перезапустить, потому что там было еще два вопроса в твой адрес. Смотрел, там есть, был вопрос про промпарки, по-моему, вот, что мы пишем регулярно о кластерах, непонятных объектах, объединенных этим словом, вот, и дословно, если читать, такое ощущение, что все это только сотрясение воздуха, что промпарки и кластеры в применении Кировской области, это миф, даже не несбыточная мечта, потому что никому, в принципе, они не нужны здесь, просто никому. Вот с этой фразой, с этим тезисом я бы поспорил в том, что промпарки и кластеры не нужны никому, потому что, ну, исходя из нескольких вещей, во-первых, я был в Германии на стажировке и специально посмотрел, когда у нас было веяние создавать промпарки, это было еще в 2004 году. А сейчас это веяние уже прошло, что ли? Ну, сейчас нет, оно продолжается, тогда просто это было на пике, только-только начали говорить об этом, начали создаваться первые промпарки, там, в соседнем Татарстане, еще где-то. И я специально посмотрел промпарк рядышком с Кёльном, специально съездил, встречался с представителем управляющей компании, это химический промпарк. Преимущество его заключается в том, что на одной площадке, достаточно плотной, сконцентрированы несколько связанных друг с другом, но являющихся отдельными бизнесами, совершенно разных собственников, несколько производственных циклов химических. И то, что производят одни, другие используют в своем производстве, это удобно, это хорошо, им не нужно заморачиваться, например, с очисткой воды, да, там есть управляющая компания, которая профессионально этим занимается. В моем представлении промпарк это такая зона, которая создается для удобства производства, для удобства людей, которые занимаются производством, ну или не обязательно производством, есть IT-парки в Томске, был в таком промпарке, на этапе его становления, сейчас я думаю, что он работает. Вот если речь идет об IT, о каких-то наукоемких процессах или там микробиология, то это классно, даже если конкурирующие компании друг с другом сидят рядышком в соседних кабинетах под одной крышей, они, во-первых, конкурируют и создают лучшие продукты, во-вторых, есть обмен какими-то идеями, есть всегда возможность получить лучшие кадры и так далее. Олег, но это ты все говоришь о том, что где-то там. Вот теперь я вернусь к тому, что есть у нас. На мой взгляд, у нас эта работа строится, скорее даже не по незнанию, а по отсутствию четких представлений, четких целей, представлений, стратегии развития того или иного промпарка. Первый промпарк, я помню, в Вятских полянах, он создавался, потому что было, власти ломали голову, что делать с моногородом, в котором завод вот-вот остановится и нужно людей куда-то помещать. И там этот промпарк Вятские поляны изначально задумывался на площадях молота. Возникли сложности с Министерством обороны, так как предприятие режимное, молот вроде как снова заработал и решили вынести в чистое поле, в чистом поле его строить. Были даже потенциальные резиденты, но надо понимать, что это резиденты, которые подписали договоры о намерениях, но они не точно туда войдут. Но среди этих резидентов возник некий хаос. То есть там нет четкой направленности, какого рода промпарк мы создаем. Потому что там и производство продуктов питания, каких-то насосов для химической и нефтяной промышленности и так далее, и так далее. То есть совершенно разные производства, и это, извините, уже промпарк с размытой целью, и он не выполняет своих, на мой взгляд, задач. То есть построят помещение, а кто туда зайдет, пока не знаем. А ведь промпарк — это как раз создание оптимальных условий для заточенного поданного производства. Если это IT, там нужен быстрый интернет, хорошие сервисы, удобные помещения и какие-то там конференц-залы, сотрудники, да. Если это химия, то там соответствующие нужны запросы, электроэнергия, газ, сырье, хорошая логистика транспортная и так далее. Для каждого из направлений создается отдельный промпарк. А нельзя просто заводик какой-нибудь построить, который будет выпускать одну какую-нибудь востребованную населением вещь? Указанием сверху сейчас заводики не строятся. В Вятских полянах, понимаешь? Какой промпарк в Вятских полянах? На самом деле там история несколько иная. Там же есть домостроитель, и вроде как есть планы укрупнять производство и делать более крупное производство. Вот это вот такой хороший мебельный промпарк. То, что происходит, ну вот я говорю, что я пока не вижу контуров, я не слышал, в каком направлении будет этот промпарк развиваться. То же самое со Слободино, да, то есть выделены средства, там 222, по-моему, 223 миллиона рублей, будет строиться промпарк, а для чего? И возникает парадоксальная ситуация, то есть кто там будет базироваться? Изначально я слышал, что в черте города Кирова хотели создавать вот такой промпарк, где-то там в районе Коминтерна. Ну, Слободино не так далеко от Кирова, на самом деле, в районе Гирсова, да, рядом с железной дорогой. В принципе, удобно, неудобно только кадры туда заводить. Что в черте города Кирова нужен промпарк для создания комплектующих к заводу Канди, к заводу ТЭКа и так далее. То есть комплектующие они сейчас поставляют из Китая, там еще откуда-то, своей промплощадки, там, может быть, не хватает. И было бы интересно, если бы эти комплектующие делали здесь, на Ядской земле, тем более, что есть хороший опыт машиностроения. Но вот я не слышал, чтобы эти предприятия и руководители их намеревались действительно, там, готовы были брать комплектующие у производителей, которые будут базироваться в Слободино. А не у китайцев, например? А не у китайцев, потому что в Китае, ну, дешевле. Все дешевле, давно производят, и логистика тоже наложена. Единственный понятный промпарк, понятный в плане вот как раз того, чем он будет заниматься, это игра, как он называется, игра, промпарк индустрии детских товаров. У тебя любимая твоя тема, потому что ты вообще за это. Любимая тема, но, опять же, размытая в том плане, что детские товары — это и текстиль, это и обувь, это и игрушки. И даже разговаривая там с гендиректором фабрики «Весна» в свое время, с Ольгой Юрьевной Доротюк, она призналась, что, ну, не слышала, что какое-то здание передается. Сейчас, наверняка, она в курсе, но «Весне», в общем-то, хватает тех площадей, которые у них есть и в Кирове, и в Радужном, и вряд ли они будут перебазироваться туда, в отдельный промпарк. Не знаю. То есть, опять же, направленность, есть ли потребность, непонятно. И в последнем номере газеты... Деньги-то выделяются между тем, все равно. Да, деньги выделяются. И в последнем номере газеты мы как раз писали о том, что есть проблема у мебельщиков, и они хотят промпарк. Но их не устраивают условия в Вятских полянах, потому что это далеко. И это не крупные производства, это небольшие производства, для которых помещений, подходящих в Кирове, найти очень сложно. Они арендуют, часто не устраивают контролирующие органы по каким-то критериям пожарных, СЭС и так далее. Это все происходит на фоне того, что растет импорт, ввоз, я условно говорю, хотя и за границей тоже, ввоз мебели на территорию области из других регионов, из соседних регионов. Приводится, в пример, Ульяновская область, где такой промпарк создан. Вот они как раз, у них есть нужда. Да, но в данном случае деньги выделяются под Слободино, которое их не устраивает, потому что это не городская черта, им в силу определенных причин неудобно туда перебазироваться. Хотя я думаю, что в принципе можно было бы со временем его профилировать, именно как мебельный промпарк, если сделать нормальную логистику, возить туда людей. Опять же, чем удобен промпарк мебельный, например, кто-то производит плиты ДВП, кто-то производит комплектующие, кто-то производит фурнитуру, кто-то делает конечное оформление продукта, сборку, кто-то занимается логистикой для нескольких компаний. И в этом случае промпарк, он играет вот такую клевую роль. Потом у нас есть кластер биотехнологий, который базируется на сегодняшнее основное производство в Лёвенцах. Я не знаю, скорее всего, там тоже нет какой-то взаимосвязи между производствами, не изучал этого, непосредственный. Но уже хорошо, что научная мысль, она концентрируется вся в одном месте, недалеко от Кирова, и, соответственно, кадры будут знать, что они в Лёвенцах трудоустроятся не в одном производстве, а в другом. Вот у меня такое ощущение, что мы с тобой этот разговор вели не однажды уже в этой студии. Ну, я не помню, честно говоря, такого. На эту тему, и, по-моему, даже и не в этом году, а в прошлом. Я говорю, что я вопросом этим занимался, мне было интересно узнать вообще, что это такое и как это происходит. И я был в Томске, вот смотрел, как устроена у них промпарк. Да, Олег, я к тому, что по моим ощущениям внутренним ничего не меняется, абсолютно. К сожалению, у нас сначала ставится задача, выделяются деньги, а потом мы думаем, как эти деньги, кому эти помещения понадобятся. А должно быть наоборот. Есть нужда, и мы строим под определенную нужду, и люди уже готовы заплатить за аренду. Они там вперед подписали договоры, да, мы хотим, мы будем у вас размещаться. Вот это главная проблема. Это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-Новости». Мы продолжаем. Вот вопрос, который я тебе задаю. Слышал ли ты о такой инициативе «Единороссов»? Инициатива касается СМИ. Насколько реально, по твоему мнению, принятие инициативы депутатов «Единой России», о котором писала газета «Независимо» на этой неделе, два там таких товарища есть, Евгений Федоров и Антон Романов, которые говорят о том, что нужно создать саморегулируемые организации, которые разработают стандарты журналистики, этического кодекса, правила редакционной политики, объединят все СМИ. И при этом членство в такой федеральной или региональном таком объединении будет фактически принудительным и обязательным. А если ты не будешь выполнять стандарты, которые пропишут для этих объединений, то тебя лишат бизнеса и, мало того, не дадут еще заниматься подобным бизнесом в течение трех лет. Я считаю, это вообще беспредел и больная чья-то идея, в частности, двух людей, которых, я думаю, взрослые люди, которые представляют себе, как функционирует это общество. При таком подходе, при возможности закрывать СМИ, которые не вошли в СРО, у нас независимость СМИ упадет еще на порядок и перестанет СМИ действовать как четвертая власть вовсе. То есть нужно отдавать себе отчет, что четвертая власть это не просто громкое словцо, это такой ограничитель, это такой выхлоп. Во-первых, власть замеряет всегда мнение общества, реакции общества по СМИ и видит, как это происходит. То есть это такой измеритель, лакмусовая бумажка, с помощью которой можно увидеть, так власть действует или нет. И для этого происходит мониторинг СМИ. Если все будет настолько упорядочено, если там кодекс этики и так далее, причем эти кодексы этики уже писались много-много раз, и все равно каждая редакция изобретает свой велосипед, и это нормально. То есть сама власть, в конце концов, лишится вот этого регулятора, и к хорошему это точно не приведет. Кроме того, я понимаю, когда СРО нужно строителям или туристам, там есть определенные риски, и эти риски отчасти, контроль государства снимается, и СРО начинает контролировать организации, которые туда входят. Они вкладывают определенный взнос, и СРО отвечает за добропорядочность той или иной организации. То есть кого попало туда, вроде как не должны включать, если есть плохая репутация. Вот к СМИ это отношение имеет, на мой взгляд, никакое. И вот такие регуляторы, конечно, СМИ, безусловно, могут причинить какой-то вред, большей частью репутационный. Иногда там компания могут причинить вред имущественный. Но это не тот вред, который может причинить халатная строительная организация, построив дом, который рухнет. Там уже риски совершенно иные, и там вот эти саморегулируемые организации, они уместны. Ну то есть, скажи, пожалуйста, вот эти люди, Евгений Федоров и Антон Романов, представители Единой России, они зачем это делают? Я могу подозревать, что это очередной такой фактор сдерживания. Вот видел даже такое определение где-то в отношении этой новости, что слишком велико влияние Запада, мы хотим его ограничить. Ребята, мы живем в таком свободном информационном пространстве, что либо мы должны закрыть границы и сказать, что интернет заканчивается на границе Российской Федерации, либо всякими вот этими ограничениями мы вызовем, наоборот, безумное развитие СМИ, народных СМИ, всяких форумов, площадок, социальных сетей. И это будет происходить все еще более неконтролируемо. Поэтому если, вот как попытка ограничить, это вообще обречено на полный провал. И не надо забывать, что есть Союз журналистов России, да, может быть, есть смысл укреплять его... Развивать то, что есть. Да, развивать то, что есть. Союз журналистов тоже формулирует некие правила этики журналистской, да, тоже кодекс. Есть закон о СМИ, который мы все выполняем и все придерживаемся, и он неплох. Поэтому создавать какую-то еще организацию, загонять туда всех СМИ, а не угодных, выкидывать из нее и закрывать, это к хорошему не приведет. Мы хотим, если мы не хотим создавать теневой рынок СМИ, теневой рынок информации. Хорошо. Вот еще один вопрос с сайта. Анна тебе пишет. Добрый день, Олег. Скажите, откуда растут ноги у слухов о том, что Алексей Вершинин метит на место Дмитрия Дранова? Об этом много пишут в интернете. Кстати, заметь, что в газетах об этом пишут мало, а в интернете много. Ну, я всегда исхожу из того, что слухи всегда имеют хотя бы минимальное основание, и либо они подтверждают какую-то информацию, которая появится чуть позже, либо провоцируются некими кругами для того, чтобы, например, испортить отношения между людьми, для того, чтобы испортить репутацию человеку, да, то есть это такой вирусный маркетинг. Это кому-то нужно, конечно, всегда. Это, безусловно, нужно кому-то. Вот заключение, умозаключение, к которому я пришел, то, что действительно Алексей Александрович Вершинин на данный момент является очень перспективной политической фигурой. И то, что он руководит теруправлением Ленинского района, я думаю, что это не финальная точка в его карьерном росте. Он будет там идти дальше, несмотря на то, что вышел из производства, там, из предприятий Киров Рыба, но ему сейчас по кайфу как раз развиваться как политику. Может быть, это будет карьерная ступенька в партии «Единая Россия», которую он представляет, и в президиум полицовета, который входит, отвечая за работу с общественной организацией. Может быть, это будет карьерная ступенька в управлении городской власти или в областной, я не знаю. Поэтому эти слухи не лишены оснований с той точки зрения, что он действительно очень активен, и он знает, что он хочет. А вот почему на место Дмитрия Дранова, это нужно спросить, наверное, у тех, кто эти слухи распускает. Возможно, люди хотят еще раз Дмитрию Николаевичу несколько... Согласимся с тем, что Дмитрий Драный не менее яркая фигура, чем Алексей Вержинин. Менее публичная, не менее яркая. Менее публичная, да, но не менее яркая. Те выступления, которые я слышал, то есть те вещи, которые он говорит, они всегда логичны и, в общем-то, интересны. Другое дело, что он не политик в этом плане, он действительно менеджер, да, и поэтому он не публичен и не активен. То есть если у Алексея Александровича больше именно такая политическая подоплека, и я бы видел его там как одного из лидеров политических, то у Дмитрия Николаевича как раз он такой менеджер, да, толковый, рассудительный, к сожалению, для нас, к большому сожалению, не публичный. Потому что неоднократно пытались взять у него интервью после его назначения с сети-менеджером, и каждый раз срывалось не по нашим причинам. Ну, у нас такая же ситуация, на самом деле, хотя на следующей неделе вроде бы как руководство городское к нам в студию пожалует. Ура! И меня это очень радует, правда. Неужели что-то начало меняться? Я очень этого жду, и меня это очень радует. Я надеюсь, что сегодня подтверждение этому будет. Процесс пойдет. Что еще хочу у тебя спросить? Вот снова материал вашей газеты. Транспорт. Правительство предлагает поставить предприятие по транспортному обслуживанию в рыночные условия, а транспортники заявляют, что без... Ну, что значит в рыночные условия? То есть, насколько я поняла из вашего материала, правительство хочет компенсировать только там льготный проезд, а транспортники сопротивляются этому. Говорят, что без субсидирования перевозок в прежнем объеме подняться с колен, цитата, этот бизнес не сможет. Похоже, что транспортные баталии продолжаются, и решение этого вопроса в очередной раз откладывается, и вот этот затяжной процесс, судя по всему, ничего хорошего не сулит, прежде всего, для пассажиров. Потому что так или иначе это сказывается на людях. Ну, надо исходить из того, что транспорт и транспортная инфраструктура наша, российская, она имеет особенности некоторые, она не может быть свободной рыночной. Нужно отдавать себе отчет, что государство так или иначе должно датировать, либо перераспределять доходы от тех, кто получает дополнительную маршру, тем, кто осуществляет социальную миссию. Потому что расстояние огромное, если в городе на транспорте можно зарабатывать пока еще, то доставляя пассажиров в отдаленные уголки и районы области, в отдаленные населенные пункты, заработать невозможно. Когда там большая часть льготников, когда автобус заполняется не полностью, это работа себе в убыток, но закрывать их тоже нельзя. И поэтому сейчас пытаются найти выход. Я скорее склоняюсь к точке зрения правительства области, хотя оно не безупречно, потому что условия у всех разные, и как быть с компенсацией проезда льготным пассажирам тоже непонятно. Но это, по крайней мере, если будет сделано в области то же самое, что в городе, когда есть четкий учет, контроль, сколько пассажиров перевезено, сколько из них льготников, при помощи вот этих приборов, которые сейчас есть, это сделать несложно. И понятно, сколько, какую сумму нужно конкретно компенсировать. А вот когда мы компенсируем выпадающие доходы, то контроля такого нет. То есть организация заявляет, что вот мы потеряли на перевозках такую-то сумму денег, да, и ей тупо из бюджета идет субсидия на эту сумму денег. А действительно ли была потрачена эта сумма? Действительно ли было необходимо такое количество маршрутов отправлять, да, а может быть их нужно было больше? Это проконтролировать весьма сложно. Извини, пожалуйста, мне придется тебя прервать, и мы продолжим обсуждение этого вопроса после рекламного перерыва. Я упустила время. 13.36, Кира, продолжаем особое мнение. Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости», его сейчас высказывает. Мы прервали нашу беседу на том, что, собственно говоря, есть все-таки подоплека, есть что-то очень важное и ценное, что говорят транспортники, почему им нужно субсидирование. Ты связал это с тем, что такие просторы огромные российские, которые приходится преодолевать транспорту, невозможно, в общем-то, преодолеть с прибылью. Государство должно датировать. Там было такое твое замечание, что в городе пока еще можно зарабатывать деньги. И я как раз хотела тебя спросить, почему пока еще? Ну, потому что с каждым годом добавляются какие-то, на мой взгляд, тарифы на проезд растут несоразмерно с затратом транспортников, затратом на обслуживание автобусов, на бензин. То есть платить мы должны больше. И это ужимание, оно в конечном счете может вылиться в какие-то там протесты, может быть, но дай бог, чтобы такого не случилось. И поэтому с транспортом тоже это констатируют сами транспортники и те, кто руководят этим направлением. Чиновники, которые за это отвечают, что все меньше и меньше желающих идти в этот бизнес, потому что он перестал быть прибыльным, может быть, перестал быть сверхприбыльным. И многие даже просто там по нулям выходят. Вот понимаешь, я что хочу понять, чтобы ты мне озвучила это. Ведь мы говорим об этих проблемах постоянно в течение очень долгого времени. И вот снова решение этой проблемы окончательное. Вот у нас принята такая программа, оно снова откладывается. Вот такое тени толка, и когда закончится. Потому что закон, это действительно сложно, и есть разные варианты. Ну, конечно, понятно. Есть вариант развития один, второй, нужно, вот должна быть здесь очень острая дискуссия между профессионалами, не людьми, да, которые ездят, и для которых лучше, чтобы транспорт был, чтобы он был часто, вовремя и дешево. И дешево. Так не бывает. Либо это высокое качество услуг, и при этом дорогой ценник, либо супернизкие услуги, свободная полная конкуренция, но никаких обязательств со стороны водителя. Мы хотим, чтобы ездить безопасно, с одной стороны, с другой стороны, и дешево. Это понятно. У тебя есть ощущение, когда будет принято решение? Вообще хотели выносить на законодательное собрание уже в июле, 18 июля, но перенесли. Поэтому в августе у нас каникулы законодателей областных. Поэтому в сентябре самое раннее, это будет первое чтение. Дай бог, чтобы до конца года решение было принято о том, как же все-таки будет субсидироваться. Безусловно, это будет снова ломка через коленку. Это не будет просто. Но есть здесь еще одна подоплека. Транспортники, которые выступали на рабочей группе в законодательном собрании, выступают за то, чтобы допускать к перевозкам всех, кто имеет лицензию. То есть у тебя есть лицензия, у тебя есть возможность уже выставляться на маршрут, выставлять свои автобусы и ездить. Причем, допустим, если взять город Слободской, Кирово-Чепецк, в Чепецк эту возможность отняли у ИПшников, участников, и туда ездят автобусы ОООшек. Только автобусы маршрутные. Они хорошо наполняемые, большой вместимости и более безопасные, экологически чистые. В Слободской такого ограничения сделано не было, поэтому ты можешь уехать на автобусе, и, как правило, льготники там ездят, платя небольшие деньги, и ездят газельки, которые собирают по полной программе, частные. Они идут быстрее, они более опасные. Они ездят быстрее по дороге, не только там остановок меньше. Но есть конкуренция, и, в общем-то, ты можешь выбирать из разного вида услуг. Ты на чем ездишь в Слободскую? Я езжу на машине. Давно не ездил общественным транспортом. Но при этом автобусы, которые... Когда-то было государственное предприятие, потом стало ООО, может быть, с долей муниципального участия, они из-за этого терпят убытки. То есть все пассажиры побогаче, они едут быстро и дорого. А там ездят льготники, которые платят, естественно, меньше, заполняемость меньше. И в результате у чупецких перевозчиков, на мой взгляд, ситуация лучше, чем у слободских перевозчиков в этом плане. Поэтому здесь тоже нет однозначного ответа. Надо ли... Я бы был скорее за свободную конкуренцию, но что тогда делать? И нужно же компенсировать эти выпадающие доходы тех, кто несет социальную ответственность и возит льготников. И вот как раз это предложение, оно и поступает. И если как раз самые бедные, если как раз льготники будут ездить на этих социальных маршрутах, то не лишимся ли мы некоторых маршрутов вовсе, не останутся ли некоторые населенные пункты без транспортного обслуживания, без транспортного сообщения. На самом деле в Кирове это тоже есть. Тоже есть уголки, участки города Кирова, куда с небольшой охотой идут участники. И этот вопрос решался, например, раньше так, что ты берешь один маршрут, на котором можно хорошо заработать, скажем, 23-й, и берешь маршрут, на котором заработать можно меньше, который идет на большую гору, предположим, в довесок. Тут ты зарабатываешь, тут ты несешь социальную ответственность. Ну, я говорю, вариантов множество, на чем сойдутся законодатели, давайте посмотрим. Будем следить. Но оставлять в том виде, в котором есть на сегодняшний день, это тоже не вариант, когда по факту транспортная организация предъявляет суммы государству и просто ее оплачивает. Должно быть все равно понимание, сколько реально затратила та или иная организация на выполнение своей социальной функции. Да, у меня остается три минуты, но я очень хочу, чтобы ты что-то сказал по поводу мусора. Я почему тебе задаю этот вопрос, хотя могла бы сейчас там про прогулки пешком повятки, тоже очень любопытно. Вчера Ольга Балезина, главный редактор новостной «Наш», была на этой прогулке и сказала, что было очаровательно. Вот давай на этом закончим, да, с этим. А по поводу мусора почему? Я прочитала твою колонку в газете и тоже посмотрела на дожде программу «Господин хороший» в этом цикле, где обсуждалась, обыгрывалась цифра, которую назвал Владимир Путин, 9 миллиардов тонн мусора в России. Там почему-то даже цифра 90 миллиардов. 90 миллиардов тонн мусора в России, да, извини, значит, опечаталась, когда писала. Они там взвесили наших всех россиян, разделили на среднее количество людей и вывели простым арифметическим решением, сколько, значит, мусора приходится на каждого человека. Это ужасная цифра. Ну, то есть там в тысячу раз больше, на каждого человека приходится примерно по тысяче тонн мусора. Это действительно дичь. И мне кажется, что мы пока вот в этом направлении просто не думаем. В нашей стране хорошо, что Владимир Владимирович эту тему поднял. Колонку я писал только по той простой причине, что область субсидирует, вернее, выделяет хоть какие-то суммы на рекламу, на продвижение раздельного сбора мусора. Город не занимается этим вообще. Ты хотел призвать город к ответ. Вроде как проблема-то городская, и городу тоже нужно включаться хотя бы на социальные акции направлять средства, организовывать, проводить эту политику. Для меня это был шок. Я не знал об этом, честно говоря. А в целом у нас безобразие творится с мусором. Сейчас программа областная разрабатывается. Дай бог, чтобы нашлись какие-то инвесторы. Но я считаю, что государство должно тоже участвовать в этом. Опять же, будучи в Германии, специально посмотрел весь путь мусора до мусоросжигательного завода в Кёльне. И там проблема эта еще острее стояла. Там очень густонаселенная территория. И там куда девать этот мусор, было непонятно. Они нашли технологии раздельного сбора, переработки и сжигания. Причем стоят там 9 порогов фильтров, выходит чистый воздух из трубы. Тепло используется, электроэнергия используется. И это окупаемый проект. Это бизнес или это государство? Это очень большие инвестиции, и государство должно в любом случае на этапе строительства какую-то часть затрат взять на себя. А дальше это бизнес. Либо снять какие-то налоги, потому что это затратно. И это бизнес такой тоже с социальным оттенком. Там не заработаешь быстрых денег. Это вложение на десятки, может быть, даже сотни лет. Но это вложение, которое этого стоит. Если мы сейчас не начнем думать о том, что мы живем в этом, извините, мусоре, на букву «Г», то завтра мы просто в нем захлебнемся. Спасибо. Это было особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Я Светлана Занько. Прощаюсь с тобой, Олег, и с вами, слушатели. Всего доброго. Спасибо за внимание.